Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Сергей Батушенко, директор УПРДОР Капстрой. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Сергей, в конце апреля стартовал ремонт автомобильных дорог. Какие дороги в этом году войдут в эту программу? В этом году уже вошли у нас дороги, всего 31 участок. Наверное, сейчас нет смысла их перечислять, потому что они опубликованы, все в интернете есть, проблем никаких нет. Сейчас доступ полный. Часть из них мы уже можем наблюдать воочию, как они начали уже ремонтироваться. Ну, из самых значимых, я бы, наверное, отметил, это Можайское шоссе. Те участки, которые мы не отремонтировали в прошлом году. Значит, в том числе дублеры Можайского шоссе. И, ну, Свобода, наверное, вокзальная улица тоже собирала много, большое количество претензий граждан и находилась в неудовлетворительном, будем так говорить, состоянии. Ну, это основное. Ну, Комсомольское, ну, восьмой микрорайон, можно фактически, там асфальтобетонное покрытие уложено, борт камень заменен, осталось нанести разметку. У всех возникает один вопрос. Как вам удалось так рано в этом году выйти и приступить к работам? Ну, это, конечно, не может не радовать жителей. Безусловно, проезжаешь, видишь, как ремонтируются дороги, это приятно. Ну, конечно же, сразу вопрос, как, как, как так радуют? Во-первых, должен отметить, что не все жители радуются в полном объеме, потому что мы уже получали жалобы, в том числе и на то, что и шум там, и так далее, и когда фрезерование, и когда борт камень его укладывали, и все. Но основное количество жителей радуется, и я тоже очень рад этому. Ну, тут сложилось сразу несколько факторов в этом году. Значит, ну, не секрет, что большее количество денежных средств, которые у нас предусмотрены в этом году на ремонт, это средства бюджета Московской области, которые предоставлены нам в качестве субсидии по решению губернатора и правительства Московской области. И в этом году эта работа была организована на более высоком уровне, чем в прошлом году, и эта субсидия фактически уже была сформирована в конце прошлого, начале этого года, что позволило ее в свое время нам предоставить, и нам, соответственно, провести все мероприятия, связанные с заключением государственных муниципальных контрактов. То есть объявили торги, они состоялись, и, соответственно, были заключены контракты, и у нас определились подрядчики, и, соответственно, у них появилась возможность выхода на работу. Это одна составляющая. И вторая составляющая немаловажная, конечно, погодные условия, которые в этом году у нас, ну, будем так говорить, лето практически досрочно началось, что фактически позволило нам уже в апреле месяце приступить, собственно, непосредственно к выполнению работы. На сегодняшний момент какой объем уже охвачен? Ну, у нас всего 31 дорога в общей сложности, 31 участок, вернее, дороги в ремонте. На сегодняшний день у нас работы ведутся на шести объектах. Вот некоторые уже в высокой степени готовности, как я уже сказал, например, Комсомольская улица и транспортный проезд, тоже 8 микрорайон. Там уже асфальтобетонное покрытие уложено. Где-то у нас заменен борт камень, но в полном объеме практически. Это вот два участка у нас завершено, там осталось только размет. Глава муниципалитета поставил сроки завершить все работы до 31 августа 2019 года. Ну, я думаю, что можно даже вопрос не задавать, уложитесь ли вы в эти сроки, но, безусловно, наверное, все-таки да. Ну, раз задача поставлена, конечно, она будет выполнена. Надо сказать, что в прошлом году перед нами стояла логичная задача до 31 августа завершить работу, мы с этим справились. Ну, правда, еще потом были дополнительные объемы ремонта, деньги на которые нашлись уже летом, поэтому, естественно, и работы были позже начаты и позже закончены. Но те объемы ремонта, которые были предусмотрены изначально, ну, скажем, в весенний период, они были все завершены в прошлом году до 31 августа. Поэтому, ну, если что-то у нас экстраординарного с погодой не случится, там не будет дождей, к примеру, все лето или еще каких-то катаклизмов, то, конечно, мы до 31 августа с объемами справимся и все выполним в срок с надлежащим качеством. Я знаю, что вы очень щепетильно относитесь к вопросу технологии ремонта автомобильных дорог. Всем ли вы довольны в этом году, как все проходит, как работают подрядчики? Проверяете ли качество асфальта? Да, на сегодняшний день у нас, ну, во-первых, у нас два вида принципиально контроля осуществляется. Это операционный контроль, который осуществляется, собственно, в процессе выполнения всех видов работы. И уже контроль качества асфальтобетонного покрытия, который осуществляется уже по факту его устройства. То есть, отбираются соответствующие керны и так далее. Ну, на сегодняшний день надо сказать, что вот по завершенным вот этим двум объектам у нас керны уже строительный контроль отобрал. Значит, что касается толщины покрытия, вопросов нет. В настоящее время эти образцы исследуются в лаборатории для того, чтобы определить, значит, те характеристики, которые контролируются уже, значит, по готовому асфальтобетонному покрытию. Сергей Вячеславович, уже не первый год в голосовании на тему, какие дороги войдут в ремонт, принимают жители. Были ли они активны в этом году и продолжается ли еще голосование на портале Добродел? Да, значит, голосование на портале Добродел у нас в настоящее время оно активно. Ну, в прошлом году, значит, по какой системе было построено дело? Жителям было предложено, предложены все, значит, дороги, которые местного значения, которые на территории, ну, ныне уже городского округа существует. Ну, надо сказать, что не только местные дороги. В принципе, жителям предложено было голосовать за любую дорогу, которая, значит, им понравится на территории Московской области. По их мнению, которое они считают, что требует ремонта? Да, естественно, это все дороги, какие есть, ну, в частности, наших дорог, вот местного значения, конкретно в нашем городском округе их 742, значит, ну, все в Московской области, даже затрудняюсь ответить, сколько их, но, тем не менее, то есть, это все местные дороги и все дороги межмуниципального или регионального значения, то есть, дороги Московской области. Значит, каждый житель имел право отдать свой голос за ту или иную дорогу, ну, и тут идентификация, она происходила с помощью так называемой системы ЕСИ, то есть, если житель зарегистрирован на портале госуслуг только, да, для того, чтобы исключить, значит, ну, негативные вот моменты, связанные с голосованием. То есть, житель мог отдать только один раз свой голос, невозможно было проголосовать за две, три, там, и более дорог, ну, чтобы, значит, исключить такие вот, да, моменты, чтобы было все по-честному. Значит, после того, как первый этап голосования прошел, то есть, значит, был составлен некий рейтинг, да, и некую часть этого рейтинга, ну, те дороги, которые собрали наибольшее количество голосов, потому что, ну, надо понимать, что есть такие дороги, где, там, допустим, один голос, там, да, там, два голоса, понятно. Значит, отобрали в Московской области, портал Добродел отобрал, значит, какое-то количество дорог, которые, значит, имели так или иначе вообще, в принципе, голоса. И уже вторым этапом было проведено голосование уже относительно этих дорог конкретно. И тогда уже, собственно, были определены лидеры по голосованию, которые были включены в план ремонта. Значит, ну, все у нас участвовало в голосовании. Но эти дороги все-таки, они сверх, или они, в том числе, под ним было предусмотрено уже изначально в программе место? Ну, изначально место трудно предусмотреть, потому что дороги разные, стоимость их ремонта разная, понятно, что... То есть, все равно какая-то подушка оставлялась конкретно под этот вопрос? Я вам так скажу, что у нас, значит, голосование, это все было завершено в прошлом году, поэтому это сделало возможным спланировать эти работы. То есть, сначала были определены дороги, которые необходимо ремонтировать, а потом уже, значит, ну, собственно, они были поставлены в план ремонта. У нас есть определенные правила, которые, значит, гласит, что порядка 25% денежных средств, которые предусмотрены на ремонт автомобильных дорог, они как раз, значит, должны быть направлены на те дороги, которые победили в голосовании. И, собственно, так оно примерно и произошло. У нас примерно 25% денежных средств, которые у нас предусмотрены на ремонт автомобильных дорог, как раз будут ремонтироваться эти автомобильные дороги, которые победили в голосовании добродел. Ну, тут какие есть нюансы? Ну, во-первых, конечно, если бы, например, дорога там, которая там победила даже бы в голосовании, но она уже, к примеру, была бы отремонтирована или находится в надлежащем состоянии, не требует ремонта, естественно, никто второй раз бы ремонтировать не стал. Это ясно. Вот, например, в прошлом году, вернее даже, ну да, в прошлом году уже, когда проходило это голосование, значит, некоторые люди отдавали свои голоса, в том числе, скажем, и Заможайское шоссе, которые уже по факту были те участки, которые голосовали, отремонтированы, да? Или, там, например, Лохино, вот подъезд Лохино в прошлом году мы отремонтировали тоже, там, у некоторых количествах голосов было за ремонт подъезда к Лохино. Ну, тут какая ситуация? Дело в том, что люди не знают до конца, да и, наверное, не должны знать некоторых правил, нормативных документов, которые регулируют нашу жизнь в этой части. Есть соответствующие нормативные документы, которые говорят, что вот такие виды работают, например, ремонт, такие-то виды работают капитальный ремонт, а такие-то вот реконструкции. Вот, например, мы знаем, что подъезд Клохино у нас есть там проблематика, связанная с отсутствием фактическим тротуара. Но вот устройство тротуара именно в дорожной деятельности, это выполняется в рамках капитального ремонта или реконструкции, что требует разработки проекта, его дальнейшей государственной экспертизы, что по существу у нас, если, так сказать, мерить это в деньгах, практически это будет стоить вот эта работа дороже, чем, собственно, физическая работа в устройстве тротуара. Поэтому, ну, целесообразно выполнять такого вида работ в рамках благоустройства, пешеходные дорожки устраивать и так далее. Вот, поэтому, может быть, кто-то голосовал, значит, с мыслью о том, что там будет тротуар, то есть, как-то ремонт уже произошел, дорожное покрытие уже, так сказать, верхний слой заменили, и все уже вроде бы нормально. Ну, недовольные остались, будем так говорить. Ну, вот, но тем не менее, значит, в связи с тем, что вот голосование было, как и финансирование, на лежащее время проведено, поэтому стало возможным, значит, включение в план вот этих вот дорог, да, которые победили в этом голосовании. Ну, у нас примерно тысячу человек приняло участие, деятельное в этом голосовании, что, в принципе, не так уж и много. Ну, если от общего количества жителей Одинцовского округа, конечно, это очень маленький процент. Ну, с другой стороны, это показывает как раз-таки вот тот самый срез, вот они активные граждане, которые не все равно, что происходит вокруг. Да, я, кстати, вот, к сожалению, не имею статистики, какое количество граждан в принципе в доброделы обращается. Ну, надо сказать, что в доброделы у нас, как правило, обращаются люди с какими-то жалобами, да, чаще, чем с другими какими-то вопросами, ну, что, в принципе, понятно, наверное, программа, она больше... Надо просто менять сознание того, что добродел – это не только ресурс, на который можно написать и на что-то пожаловаться. Это еще ресурс для того, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих соседей, приняв участие в том числе в подобных голосованиях, а их ведь немало. Я думаю, что в первую очередь надо рассматривать добродел именно как возможность как-то повлиять в лучшую сторону на окружающую у нас действительность, потому что действительно там проводится очень много голосований. И они как раз-таки касаются и благоустройства, строительства, ремонта и так далее, так далее, так далее. Собственно, вот оно, вот, пожалуйста... Ну, из прямых проявлений, так сказать, самоуправления, будем так говорить, когда голос каждого гражданина, он имеет значение. Ну, например, вот у нас, ну, лидером, победителем, будем так говорить, голосование в части дорог, это вот у нас есть название такое сложное, Акулова, там, откуда-то от Можайского шоссе, завод Дихел. Ну, в общем, по сути, это подъезд к гусарской балладе. Он у нас набрал всего-навсего 142 голоса, да, и тем не менее стал лидером, это самое большое количество голосов. Ну, для примера, следующая улица у нас Комсомольская была, значит, голосование, там количество голосов 62, ну, то есть отрыв колоссов, мы видим, да, то есть какое количество граждан способно по существу повлиять на принятие решений. То есть сейчас просто за голову схватились все те, кто не принял участие в голосовании, поленился, не поверил, но, с другой стороны, все еще возможно, поэтому... Ну, у нас же это, так сказать, уже стала практикой, будем так говорить, традиционной, если на первых этапах, там, позапрошлом году как-то еще не до конца был понятен этот механизм, может быть, голосование происходили несколько позже, чем необходимо, потому что есть определенные процессы бюджетные, да, которые связаны с планированием бюджета и работы, и все. Ну, сейчас в этом году, так же, как, в принципе, уже и в прошлом, уже система, будем так говорить, налажена, поэтому больших проблем нет, поэтому призываю всех, так сказать, граждан, кто желает, значит, как-то конкретизировать свое желание, значит, принять участие в этом голосовании в этом году, это возможно с тем, чтобы, может быть, в следующем, 20-м году увидеть, например, ремонт на той улице, которую, значит, они считают необходимым. Вот, например, у нас, и надо сказать, что достаточно приличные денежные средства, значит, предусматриваются на удовлетворение, так сказать, потребности по результатам голосования, потому что, допустим, в этом году у нас примерно 300 миллионов там на ремонт запланировано, то есть 25% посчитать не так трудно. Это внушительные средства. Это очень приличные деньги, это не то, что там, так сказать, там, лишь бы что-нибудь сделать. О, винить, что ваша дорога не попала в план ремонта автомобильных дорог на этот год, просто вы отсиделись в стороне. Ну, это... Делайте выводы, господа. Ну, это тоже не значит, что мы сами посидим, так сказать, не работаем, да, потому что, например, в прошлом году Можайское шоссе у нас в голосовании хоть и там и не побеждало, там, и ничего такого, но тем не менее мы его ремонтировали. Ну, это центральная артерия. Ну, тем не менее, в этом году тоже в голосовании, так сказать, оно далеко, в общем-то, даже и не победило совсем, но вместе с тем мы его продолжаем ремонтировать. В этом году мы этот ремонт закончим в полном объеме. То есть, Можайское шоссе у нас в тех границах, где мы за него отвечаем, то есть, фактически, от развязки в 19-м километре, который в собственности Московской области, и до, значит, участка уже, который в рамках развязки с северным обходом, с платной дорогой. То есть, на всем протяжении у нас будет Можайское шоссе в этом году уже закончено ремонт, включая, значит, дублеры, как я уже раньше сказал. Ну, за исключением, собственно, правда, эстакады на 26-м километре от Радная, потому что она уже требует не просто ремонта, а капитального ремонта. И, так сказать, если просто ремонтировать покрытие, скажем, этой эстакады, можем иметь негативные последствия, а исправлять их будет уже, так сказать, за эти деньги, которые предусмотрены, невозможно. Поэтому в настоящее время сейчас введем подготовку, и в этом году, я надеюсь, мы спроектируем капитальный ремонт. И уже, может быть, в следующем, или, ну, по возможности, опять же, денежные средства, все у нас упирается в денежные возможности бюджета, да. Значит, ну, будем стараться в следующем, ну, в крайнем случае, через год приступить непосредственно к капитальному ремонту. И тогда уже, ну, Можайское шоссе, оно уже будем считать, действительно в полном объеме будет отремонтировано. Сергей Вячеславович, спасибо огромное за интересную беседу. Хочется вам пожелать только одного – отличной погоды. Спасибо. Чтобы никакие дожди не срывали сроков ремонта автомобильных дорог в Одинцовском округе. Это нам необходимо. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания.